здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет разбор которого вы многие просили и я вот пожалуйста вам как золотая рыбка сегодня его дело но не будем слишком углубляться в то что вы сегодня узнаете вы узнаете много секретов ксении собчак особенно тех которые она попыталась умолчать так я вижу сегодня я закрываю главную героиню поэтому я себя передвину на другую сторону экрана чтобы не закрывать адам но давайте разбираться и для начала такой лайтовый вопрос как она относится к ксении собчак конечно же она нам ничего в интервью словами не сказала особо но между слов мы все и так поймем давайте смотреть конечно были моменты когда я сдавалась когда я себя не верила было очень много моментов когда мне было тяжело работать с ксюшей было адски тяжело я страдала я хотела уйти потому что ну я не выдерживала этого напора я не выдерживала этой агрессии в мой адрес мне было тяжело и здесь действительно ей было тяжело и говорит она об этом очень подавлено а то есть сейчас ей до сих пор это тяжело вспоминать то есть она считает это своим поражением и поэтому так пораженчески об этом рассказывает да ну вот как раз замедленная здесь я могла и говорить а да значит смотрите челюсть держит низко и когда даже делает вып выпады голова перемещается горизонтально не поднимать тебе кажется челюсть челюсть не поднимается то есть она до сих пор не готова с ней сразиться да нет я ни в коем случае не призывают к драке ну к настоящей а ну вот на сегодняшний день она до сих пор невзирая на то что она уже ну во многом выросла профессионально все равно она не считает себя ровней для ксении собчак и соответственно так говорит с с позиции заведомого поражения вот этот антипод человек который гасит подавляет который не дает вроде бы раскрыться но именно в то время вот именно был образ вот этой доброй эмпатичной бородульки все-таки мы найдем за что сказать ксюша спасибо видите казалось бы надо бы поблагодарить но мы не видим здесь радости и благодарности действительно отчасти может быть ее образ и сложился благодаря тому что ксения собчак и и сильно мочила я не не смотрела дом 2 в то время и мне нечего сказать но судя по ее реакции в ней до сих пор сидит вот это вот ну как сказать не обида а подавленность и конечно же голову она держит ровно благодарность даже если она и звучит то так очень обтекаемо без эмоций замерла с отвращением с презрением то есть но ничего видите вот какое отвращение и при этом голова ровно ну вот с таким лицом обычно говорят что-нибудь плохое но по крайней мере как минимум думают что-то плохое возможно да но вообще для меня роль жертвы это не моя роль я тебе честно могу сказать я в ней абсолютно не органично если оля органично я нет видите как на олю показывает как бы оля такая низкая да вот по сравнению со мной для себя отмахнула рукой поджимает подбородок ну то есть для она на самом деле вот как я поняла она боится роли жертвы и всячески этого избегает она боится выглядеть слабой вот в принципе у нее красной нитью это проходит и там понятно почему да там вот не проработана абсолютно ситуация с отцом и вот эта ситуация она тянется по ней по всей ее жизни потому как она выбирает мужчина на это кстати и проговаривает но мы с вами сегодня в конце заглянем еще глубже в этот вопрос и увидим ну с чем она пришла в этот мир и для чего ей это все дается да значит идем дальше следующий фрагмент что касается друзей сейчас мы посмотрим ее отношения и здесь вот как раз первый раз мы увидим жест который будет присутствовать во всех важных вопросах по моему в основной части вопросов на которые мы сегодня получим ответы вот этот жест будет сегодня присутствовать давайте смотреть уже часто сама такие превентивные меры у тебя лишний раз чтобы себя обезопасить устраняешь кого-то из своего окружения но многие хейтеры это как раз связывает с тем что возможно у ксении звездные болезни она видите смотрите как она потирает руку с тыльной стороны и натягивает рукав то есть эта тема для нее довольно болезненно а и ей хочется закрыться но тем не менее вопрос она выслушивает и на вопрос она ответит да действительно этот вопрос для нее очень неприятный скажем так ну и соответственно реакция тела до сидит замерла но при этом мы видим действие рука где-то несправедливо кого-то удаляет из своего окружения вот был ли у тебя хоть раз случай когда ты пожалела о том что с человеком обошлась жестковато мне часто пишут где та или иная подруга у каждого не публичного человека да есть окружение и а показывает место своих друзей в ее окружении то есть это свита это те которые ниже по статусу вообще по значимости да есть такие подруги которые хотят сейчас после этого сейчас посмотрит мне после нарядами захочется сидеть и вот этот пинок ногой обратите внимание он у нее очень часто присутствует были на очень важных вопросах и мы по этому пинку поймем ее отношение к некоторым вещам очень важным вещам в наше время да поэтому смотрите внимательно до конца такие эпизоды в моей жизни понимаешь вот вот такие вот подруги они мне были близки потому что им нужна была моя популярность да но увидели этот ну можно сказать главный сигнал тела идем дальше но теперь вопрос с отцом и тут очень много всего зарыто очень много того ну вот что я вижу причиной сегодняшних неудач в личной жизни ксении и слава богу что она работает с психологом да она прорабатывает она интересуется это очень здорово потому что здесь работы непочатый край и работа еще ну не завершен не близка к завершению давайте смотреть все это понимаю сложная история с папой они разошлись когда мне было два года папа такой был своеобразный человек у него было очень много браков у него были еще дети вот посмотрите как она говорит о детях вот это вот всегда привозил огромное презрение вы увидели да и с опущенной челюстью то есть для нее это больно здесь она но презрение мы знаем это сравнение да и здесь она это сравнение не выиграла в своем сознании да и вот это скажем такая обидка осталось до обида на отца за этих новых детей она его не прощает и ну при этом она здесь обижена она здесь подавлена да вот вот это вот очень запомните это очень важный момент потому что вот этот момент он непроработанная травма она в дальнейшем приводит к тому что человек притягивает свою жизнь еще и еще тех людей которые будут ему помогать прорабатывать эту травму да а помогают они обычно через боль через какие-то неприятности да и вот то что она вышла замуж за таких мужчин выходила замуж за таких мужчин которые ей приносили боль это вот прям четкая ну вот прям вот та стратегия то тот сценарий который ей был ну вот по ее страхам по ее боли на который ей был необходим пачку денег всегда с этой сигареты с тонкой всегда какие-то неимоверные рассказы он не работал от звонка до звонка всегда это какие-то такие были непонятные истории опять пинает ногой и вот это ей не нравится она пинает ногой там где ей не нравится запомните пожалуйста я отменила все мероприятие все празднование дня рождения он не приехал видите презрение отвращение никаких вещей я не увидела и потом позвонил сказал что у него украли бога что-то такое ну короче ты поверил нет я не поверила я расстроилась раз смотрите какое отвращение чаровалась и потом он мне позвонил только когда он не увидел в телеке и сказал отчет обординат смотрите как она голова высоко а вот здесь она взяла реванш челюсть на весу а вот кстати начались на весу когда это ну вот и с высоко поднятой головой человек как бы демонстрирует а полюбуйтесь на мою челюсть а я ведь могу ударить да вот не обязательно даже челюстью водить смотрите как она там язычком во рту повела вместо челюсти то есть она как человек умеющий показывать лицо да она снимается сколько лет своей жизни вся ее жизнь это съемки да она понимает что камера она же все зафиксирует и для того чтобы не видели как ее челюсти ну да челюсть высоко но как эта челюсть пошла бы в сторону она научилась делать жест который скрывает вот это то есть челюсть в сторону не пошла то есть скрываемой агрессии мы как бы не увидели но язычок во рту сейчас надеюсь мы сейчас нет сейчас секундочку давайте сейчас я вот отсюда попробую еще раз включить очаровалась и потом он мне позвонил только когда он не увидел в телеке сказал отчет обординат смотрите вот и языком сюда то есть как бы продемонстрировала а смотри у меня челюсть мощная да да я вот так тебя отомстила то есть скрытая агрессия она получила реванш она получила возможность победить вот вот здесь она победила отца но все равно вот эта победа она оказалась бесполезной ну в том смысле что я не вижу что она все равно проработала да но и естественно проработка проработка она через принятие идет они через борьбу и поэтому конечно же это не проработка а просто такая вот как подрались кто победил но конфликт не исчерпан да вот такая вот история с отцом то значит идем дальше следующий фрагмент ну теперь по поводу первого мужа давайте посмотрим что там у нас поскольку когда энергии стало слишком много скапливаться ты начала немножко мужем как это называла выносить мозг нет это интервью было просто обычное житейская причина была абсолютно не в этом но волосы это имидж а тем более у человека публичного тем более ну и стероид это сто процентов да потому что на на экраны не пойдет другой другой психотип да и волосы поправила то есть это интервью было для имиджа перевожу вам на язык тела он сопротивлялся потом все-таки он сдался и мы развелись видите презрение ни одной секунды в своей жизни я об этом не жалела но нет здесь я не верю взяла что челюсть низко изглатывает жалела жалела похожего мужа на своего отца первого мужа сильно похожего поэтому общение как такового не случилось и мне честно говоря резанула слух я взяла мужчину сильно похожего на отца что значит я взяла я выбрала может быть но вот я взяла как то так но в этом в принципе вот она вся она боится показаться слабой она человек очень активный у нее марс там в овне и это я забежала немножко вперед вообще она в принципе сама такая очень активная да и для нее это нормально да ну что вот напишите мне ваше мнение вот вам не режет слух когда она вот это сказал мне честно говоря резанула может быть это мое какое-то личное восприятие и я что-то не так понимаю а значит идем дальше следующий фрагмент но увидели до отношения к первому мужу там тоже остались не закрытые проблемы и есть есть за что ей переживать ну вот как то вот есть там куда копать но ладно идем дальше следующий фрагмент по поводу чужих детей здесь тоже очень интересные моменты и ты же тоже наверняка с ним как-то выстраивал отношения но вот как заставить слишком в какой-то войти тесный контакт с чужим любил тяжело да когда это не твой ребенок видите как отсаживается и ногу сейчас она придвинет поближе вот смотрите вот так вот видите вот носочек к себе придвинул тебе вот то есть этот вопрос довольно щекотливый и довольно неприятный насколько было комфортно общение с его сыном у вас была похожая ситуация у него сын у тебя дочь и плюс вас общение его сын жил у нас фактически и вот посмотрите пиночек ногой были мы его правда но не до конца нам показали но там был замах ногой да я думаю что там дальше был пинок потому что и тема как раз соответствует ему то есть ей не нравилось то что он жил с ними но в принципе она на это пошла ленты конечно которые могли меня там не устраивать до в чем-то но по большому счету всегда опять пинок и волосы значит пинок это у нас ей не нравится до волосы имидж отпуск с нами все каникулы он жил у нас это как раз его очень хорошо как отца характеризуют было бы странно если бы наоборот он забыл своего сына и проводил время с вашим я и часть видите ведущая пошла не туда стала хвалить и ее бывшего мужа этого омара она в принципе я понимаю там не за что ну нашла причину похвалить и здесь ксения ее перебивает потому что ну зачем его хвалить потому что все таки в целом если взять среднюю температуру по больнице не очень приятный человек хоть она и пытается показать нам что она в джене да ну в общем то я ее прекрасно понимаю в этом мои заслуги это тоже в этом есть и о чем вниз видите и притопнула то есть ведущая пошла не туда стала хвалить ее бывшего мужа но ксения перевела разговор на то что это моя заслуга то что его сын жил с нами и притопнула ногой то есть дорогуша давай не не уклоняйся куда-нибудь в сторону здесь это чисто моя заслуга хвали пожалуйста меня вот что сказал ее жест следующий фрагмент давайте посмотрим что касается ее любви к родине и она купила квартиру за границей она конечно же объяснила нам этот вопрос эту ситуацию но давайте посмотрим на ее язык тела и сделаем правильные выводы по поводу ее любви к родине это недвижимости не то чтобы я купила искал ребят я завтра переезжаю это недвижимость это было некое вложение с моей стороны и плюс ко всему это дружественная страна моя позиция вот дружественная страна поджала подбородок неизменно я люблю свою родину и вот я люблю свою родину и делает пинок ногой причем такой глубокий пинок ногой но понимаете сейчас в общем то таких патриотов в россии довольно много как раз такие только и остались адам вот такая вот история а дальше ну а теперь фрагмент по поводу ее мужа омара с которым она развилась вот я его поставила последним потому что после этого фрагмента я хочу обратиться к их наталью вернее к их космограммом и там найти корень всего что она сказала там очень четенько все есть давайте смотреть она зрела тогда в девятнадцатом я в голове своей уже развилась и знаешь есть такое выражение доживать и вот я доживала я понимала что рано или поздно это все закончится абсолютно разные его образ жизни мне не подходит какой у него образ жизни мне не хочу это озвучивать честно тебе могу сказать просто это не моё это и это правда это реально правда потому что там в космограмме действительно у них настолько все запущено не моё вот все это мне все чуждо уже все было плохо мне вечером поступил звонок от него сказал слушаем можно я переночуем не сегодня видите опять пинок но вы можете еще раз кстати пересмотреть интервью и вот эти пинки там может быть какие-то я даже не заметила я не все пинки стала вам показывать просто чтобы не засорять наш эфир слишком чтобы долго не проводить эфир да просто вы понимаете вот отношения где с пинком значит ей не нравится значит она хочет оттолкнуть этот вопрос да мне нигде еще не снял квартиру я сказал нет нет как бы сюда больше нет я за 15 минут собрала его вещи в мусорные мешки прям за 15 минут я это сделала все и очень долго потом отходила я недели две не ела да я понимаю прекрасно но давайте посмотрим так теперь мне себя надо сдвинуть в этот в этот угол потому что все космограммы я поместила здесь значит перед нами сейчас космограмма ксении бородиной и здесь что мы видим вот самое главное вот почему у нее не складывается личная жизнь да потому что смотрите венера и марс у нее находится вовне то есть а ей нравятся активные мужчины она в них влюбляется вот эти вот активные вот мачо да вот этот это прям чистый типаж того что ей нравится да и такой яркий сексуальный воин который там в драку сразу полезет не будет разбираться с такими мужчинами ей нравится заниматься делами ей нравится интимная сторона вопроса потому что марс это про движение да вот ей нравятся такие мужчины она вокруг себя любит ну как я она хочет рядом с собой такого партнера активного но ее луна находится в козероге мало того что этой луне не удобно в козероге козерог зажимает козерог ставит рамки да он заставляет эмоции держать в кулаке да не позволяет эмоциям распространяться до прежде чем показать эмоции надо чтобы все было правильно по полочкам до сначала женись потом будет секс да ну вот такое вот извините за ну то есть здесь совершенно другая картина да получается что мужчины в которых она влюбляется это мужчины активные такие прям вот живчики да а мужчина который должен быть с ней рядом с которым она будет отдыхать должен быть очень стабильный возможно старше ее по возрасту возможно старше ее по статусу вообще знаете здесь очень хорошо проигралась бы картина если бы он был как отец для нее да вот такой папочка ей очень подойдет такой мужчина но к сожалению получается что в ней в самой заложена вот эта вот разница до влюбляюсь в одних а комфортно с другими и что же за ситуация получается но еще они буквально в целом квадрат луна и марс смотрите вот луна в квадрате с марсом вот это вот красная полосочка она говорит о том что работа и секс ну вернее работа и семья вернее несовместимы получается либо работа либо семья да вот работа в ущерб семье да у нее вот что-то надо как-то вот совмещать это очень сложно когда это квадрат это очень сложное совмещение дальше оппозиция луна и узел то есть ее предназначение как раз вот получается что вот та же самая до работа но ей надо выбирать либо семья либо выполнение предназначения вот такая вот дилемма да а кроме того здесь у нас с нептуном еще оппозиция да вот получается что ее предназначение она идет в разрез нептун это высшая октава луны да вот и получается что и луна и нептун ну вот эти вот все ее эмоции страдают от ее предназначение и приходится всегда стоять перед выбором либо создавать счастливую семью да и жить душа в душу либо работать и ей просто ну невозможно вообще когда вопрос так стоит то невозможно выбрать да к умным или красивым тут надо на две очереди разорваться и как-то это совместить а значит луна в козероге а ей очень некомфортно это такие рамки для эмоций она зажата она не может проявлять свои эмоции ей очень тяжело луна в квадрате ой солнце в квадрате с юпитером вот еще вот эта красная полоска отец не вписывается в успех то есть вот воду но солнце она как показывает отца да вот и получается что юпитер это социум да и отец вот как бы тем что вот такой именно отец он дал ей неверные настройки да вот получается и она с этими настройками пытается вписаться давно у него у нее не получается она же как раз на этой передаче она помогает как бы людям строить свою семью ну как бы изначально я понимаю что это давным давно уже шоу но изначально дом 2 задумывался как проект где люди находят свою семью но вот с такими вот непонятными вещами да конечно же она сама не может себе построить семью и у нее это ну заложено до при рождении у нее эта проблема ей самой сначала надо разбираться со своей ситуацией да а потом только ну вот получается что ведущая ну в такой программе не очень подходит до дальше венера и марс у нее вовне я уже сказала для секса и для любви нужен активный мужчина но луна в козероге для отдыха нужен стабильный строгий папочка он кстати вот этот омар да он кажется как раз очень активным деятельным да вот на первый взгляд мы же разбирали его у алены блин я под видео сделаю ссылочку на этот разбор мы разбирали он приходил и он такой активный он что-то рассказывает и ты ему веришь сначала а потом я там по моему еще он там назвал какую-то фирму я стала искать оказалось что он вообще-то мне не сбоку припеку к этой фирме которую он называет свои то есть он создает иллюзию активного до такого прям мужчины а на самом деле он мальчик он как мальчик себя ведет он и сейчас в общем то нашел себе девочку молоденькую и вот живет как ребенок да он он такой он совершенно другой и в общем то его карта вот обратите внимание его луна как ему комфортно а его луна в водолее он он такой и есть понимаете вот он он такой и есть вот не он он неплохой он просто другой понимаете вот ей нужен мужчина стабильный надежный папочка да а ему нужна подружка ему нужна подружка ему не надо вот этих всех стабильности всякой другой ерунды да ему комфортно так поэтому да изначально они встретились и немножечко ну на берегу не поняли но вы знаете то что они сошлись это не удивительно потому что смотрите вот и вот это уже их совместимость до их синастрия и здесь у нас действительно ну ну во первых кстати у него тоже проблема с луной и смотрите та же самая оппозиция с предназначением то есть ему тоже приходится либо предназначение либо семья да и вот как то я не знаю вот эта девочка с которой он сейчас ну вот она как-то легче по моему относится ко всему может потому что у них еще детей нет но вот ему нужны такие вот легкие отношения чтоб они не грузились тогда он должен заниматься своим делом и чтоб семья его не грузила вот до тех пор пока семья не грузит он как бы счастлив да и вот с ней то же самое с ксении то же самое получается вот это вот оппозиция да вот у них у обоих одинаковая и получается что она одинаковая но она работает против их семьи вот если бы ну тут сложно конечно когда дети когда много обязанностей и кто-то должен эти обязанности выполнять да ну а им обоим надо вот какой-то компромисс находить и поэтому конечно же у них одинаковая боль да но эта боль она их роднит в какой-то степени они друг друга могли бы понять но смотри и в принципе вот задатки для того чтобы это понять смотрите очень хорошо тригон солнце и венера вот это прям с шикарная сексуальная совместимость это просто вау получается ей ее солнце сейчас секундочку она снаружи или внутри значит ее с до ее по моему солнце его венера то есть вот они прям увидели друг друга и вот просто замагнитились вот это прям знаете такое такое сочетание это когда они помогают друг другу раскрывать свою сексуальность это просто вау это шикарный секс если вот такое вот у вас совпадает с вашим партнером то это очень хорошо да а значит еще один момент позитивный так значит что у нас я это отметила просто сейчас а узел ну узел ладно бог с ним узел не важно получается я не знаю тут меркурий или солнце с узлом поэтому не будем на это обращать внимание а теперь перейдем к тому что у них не сошлось получается вот это вот этот аспект где им обоим надо находить компромисс до либо комфорт либо предназначение да вот это уже минус и дальше идут минусы а ее венера вот к его лилит вот это вот оппозиция она очень роковая знаете если ну вот с лилит партнера ну у вас там связь или еще что-то вот лилит это всегда знаете такая воронка черная дыра для энергии получается что человек с венерой когда увидел она получается ксения когда увидела амара она подумала вау какой он классный то есть вот это вот очарование лилит она сразу включилась на то чтобы она сказала это мой мужчина вот прям ну вот так это работает для чего это работать для того чтобы лилит получила свою энергию в прошлой жизни но если вы верите в это да получается что она задолжала ему и в этой жизни она должна была отдать ему эту энергию то есть она его увидела любовь с первого взгляда тут еще вот эта сексуальная совместимость то есть но есть за что зацепиться но дальше когда они начинают жить вместе энергия когда-то заканчивается а взять ее уже неоткуда а этот и будет продолжать вампирить он даже может не хочет вампирить но все равно он будет это делать потому что у него лилит соединена с планетой партнера и вот по этой планете надо получить должок и он явно вампирил ее да вот получается в отношениях ну раскрылись глаза розовые очки упали и оказалось что все не так радужно как казалось на первый взгляд то есть это кармические отношения а и а дальше что идет а меркурий в оппозиции ее меркурий в оппозиции с его солнцем вот вот это вот полосочка красная тоже не очень хорошо это разочарование у них непонятные роли а ну получается что ну вот его его соприкасается с ее как интеллектом да и вот это вот ее интеллект это разочарование сплошное когда она видит его уже без розовых очков она видит что а король то гол надо дальше что еще и ее солнце в оппозиции с его юпитером вот это вот теперь полосочка подождите нет вот вот эта полосочка извините вот ее солнце его юпитер значит а для нее ну вообще нет никакой надежности да вот в этом человеке то есть получается что он для нее вообще когда начали вместе жить оказалось что он не умеет зарабатывать скорее всего на потому что ну и ей приходится работать за двоих вот вот такое сочетание но как раз вот об этом говорит значит но либо какие-то еще возможные ситуации да ну я думаю что вот больше всего это подходит а значит венера в квадр в квадрате с венерой ну это вообще просто непонимание друг друга с одной стороны венера до нашла вот вот это вот солнышко с венерой да все классно замечательно а с другой стороны вот пошел квадрат венер то есть получается что они не понимают друг друга эмоциональной в любовной сфере вот все-таки при сближении они поняли что что-то не то да и ее луна в козероге это стабильность а его луна в водолее то есть он любит гулять для него гульки это отдых вот есть такие люди у которых луна попадает вот такие знаки и здесь конечно же лучше знать на берегу что за человека вот если вы в отношениях да вот начинаете отношения лучше конечно это знать потому что ну как бы ожидание это одно на первом этапе мы сначала видим вот эти вот да вот зелененькие полосочки он похож он такой как я да вот этот лилит еще включился то есть на первом этапе все розовые очки все все предпосылки для розовых очков да а потом когда углубляешься в эти отношения обнаруживается что ну просто вот когда луны вот настолько разные здесь уже ну просто не невозможно построить семью либо надо просто вот относиться к этому настолько философски да вот понимая что еда я люблю этого человека да я готова ему давать свободу да ну вот как бы договариваешься с ним и вы даете друг другу то чего каждый из вас ожидает вот это вот очень важный момент поэтому если вы строите отношения обязательно заглядывайте вот в эти совместимости по нумерологии тоже я уж не стала это разбирать я по-моему когда-то их разбирала я разбирала ее и его были у меня разбора эти я сейчас не стала туда лезть просто по космограмме там все понятно становится вот то что она сказала это действительно так вот это действительно так и то что она даже не стала озвучивать помните она сказала я бы не хотела это озвучивать действительно для нее это вообще вот понимаете когда у человека луна в козероге да для него вот это семья это святое понимаете семья это стабильность это вот там где я отдыхаю мой дом он должен быть настолько защищен от всего а когда мой партнер для него семья это так себе да и он пошел гулять там еще что-то но какие-то вольности себе позволяет то для человека с луной в козероге это непростительные ошибки это просто вау какой зашквар извиняюсь за такое выражение но там но у нее действительно много и осуждение всего и есть за что с ее колокольни а с его колокольни все нормально понимаете вот просто не договорились на берегу просто не рассмотрели эту ситуацию сначала и вот так вот оно получилось поэтому желаю вам чтобы вы вступая в отношения разбирались получше в своем партнере и понимали что ему нужно что вам нужно для этого можете приходить ко мне на консультацию под видео есть ссылочка для этого ну можете сами разбираться кстати вот курсы по нумерологии по формуле души они тоже отчасти открывают там разные стороны до графология кстати тоже очень интересно раскрывает грани личности ну вообще я этим давно занимаюсь со всех сторон поэтому ну вот и вставляю такие раз в свои разборы вот такие вот анализы да надеюсь вам понравилось это видео не забывайте поставить лайк или дизлайк напишите комментарий напишите свое мнение по поводу этой ситуации как я сегодня не сильно ли меня занесло в личные оценки до астрологи дайте знать как насколько точно я сделала этот прогноз потому что я во многих вещах сейчас учусь но невзирая на то что учусь много чего уже умею и самое главное мне это помогает вот реально помогает вы разбираться и это настолько интересно вообще просто браво я я в восторге от астрологии да классная штука шикарный инструмент да значит что не забывайте подписываться на канал если вам этот формат интересен ну что в общем пишите в комментариях еще кого следующего разобрать прочее прочее люблю вас всех очень сильно пока пока